Ну что, давай давай поздоровай. Молодец, веселый парень. Губернатор края Александр Ус знакомится с самыми юными жителями поселка Солгон. Местный детсад посещает 100 малышей. Здесь нет очередей. Каждый ребенок обеспечен дошкольным образованием. А совсем недавно в учреждении сделали ремонт за счет краевой казны и местного хозяйства. Этими работами воспитанники детского сада как будто угадали главную задачу, которая стоит перед местным агропредприятием. Это создание комфортных условий для жизни. Сюда весной будут прилетать птицы. А в Солгон начнут приезжать молодые специалисты, которые будут здесь обустраиваться. Глава региона посетил еще один объект, где ремонт только закончили. Солгонская больница обслуживает более двух тысяч человек. Это население поселка и нескольких соседних деревень. Последние четыре года больница не работала. Пациентов лечили в здании клуба. После реконструкции проводить приемы гораздо комфортнее. Хорошо сделано. Все по-новому. Евроремонт прошел. Все красиво. Здесь были у нас старые окна, старые двери, обшарпанные стены, деревянные полы. То есть мы не то что не могли принимать пациентов, мы не могли создать соответствующие условия для оказания медицинской помощи. Дом к Новому году это будет подарок для самих жителей поселка Солгон и для наших медицинских работников. Поселок Солгон – пример того, как создавать привлекательность территории для молодых специалистов. Стельхозпредприятие обеспечивает своих сотрудников жильем. Дом построили несколько лет назад. В этом году заканчивают пристройку третьего этажа. Екатерина только переехала из Ачинска. Я не ожидала, честно говоря. Это просто впечатляет, потому что обычно мы привыкли к жилью эконом-класса, а здесь даже шикарно. Конечно, это удобно, потому что приезжаешь в иную местность, здесь в принципе для тебя все новое. Поэтому, когда тебе сразу предоставляют именно жилье, это уже большой плюс. Александр Ус не смог пройти мимо и сельского магазина. Здесь он познакомился с местными жителями и купил пару булок настоящего деревенского хлеба. Такого свежего и ароматного редко найдешь в Красноярске. Настоящий ваш хлеб. Это белый, я его еще, кстати, и не пробовал. Не пробовал? Так вот, я... По-моему, это вот этот хлеб. Который? Ну, вот слева. Губернатор края Александр Ус также посетил соседнюю с Солгоном деревню Яга. Там он возложил цветы к недавно установленному памятнику участникам Великой Отечественной войны. Здесь же глава региона оценил ремонт клуба, в котором расположена библиотека и несколько детских кружков. Пример сотрудничества государства и бизнеса в Солгоне может стать образцом для других территорий. Ну, вот элементарная вещь. Сегодня в сельском совете очень часто нет техники, нет трактора, нет грейдера, а у хозяйства есть. Ну, почему бы не объединить эти усилия? И вот даже элементарными вопросами, я не говорю о строительстве, благоустройство, поддержание порядка на улицах, на кладбищах. Вот почему бы эти вещи не делать вместе? Ежегодно из краевой казны на поддержку сельского хозяйства выделяется около 7,5 миллиардов рублей. Отныне приоритет финансирования будут отдавать тем аграриям, кто готов развивать социальную сферу в селах. То, как можно обустраивать жизнь людей, наглядно показали в Солгоне. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.